Спустя год после судьбоносных событий Крымской весны, первые лица республики получили награды за содействие внутренним войскам России в исторические для полуострова дни. Церемония проходила в торжественной обстановке на плацу. Был повод для радости у служащих 112-й отдельной бригады. Ее солдаты получили российское боевое знамя. В мероприятии поучаствовали руководители самого разного ранга, в том числе из силовых структур. Сначала торжественные слова и сразу к делу. Медали из рук главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора Золотова получили те, благодаря кому Крымская весна стала возможной. Будьте Российской Федерации! Будьте Российской Федерации! Отметив персональный вклад крымских руководителей, продолжили командными награждениями. Российское боевое знамя получили служащие 112-й отдельной бригады внутренних войск МВД России в Крыму. Бойцы этого подразделения сыграли важную роль в событиях крымской весны. В тяжелый момент они не дрогнули и продолжали отстаивать интересы крымчан. При боевом знамя часть из Петровских времен принимают военную присягу молодые воины на верность Родине. А что касается сегодняшнего дня, то эта бригада проявила себя в прошлом году, проявила себя очень правильно, была верна народу Крыма и традициям России. Не обошлось и без воспоминаний. Дело в том, что 112-я бригада теперь базируется на территории бывшего Симферопольского военного училища, в котором в свое время учился Сергей Аксенов. Вот моя казарма, второй этаж. Четыре года, 1989-1993 выпустился. Последний выпуск был. Для меня это вдвойне знаковое событие. Когда на территории части, в которой я служил, получается, действительно сегодня вручают российское знамя, боевое знамя части. Это такое суперзнаковое событие. Отсвет побед наших отцов, наших дедов как раз вот на этом знамени. И для ребят, которые сейчас будут здесь служить, это будет являться как раз вот этим символом, этим как раз показателем. То, что в доблестном служении своей отчизни Родине. 112-я отдельная бригада сформирована по указу Владимира Путина 23 мая 2014 года. Воинские части бригады располагаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории и поселках Гаспро и Краснокаменка. В ближайшие пять лет, пока мы не построим успешный, процветающий Крым, я абсолютно убежден, что это задача нашей сегодняшней команде по плечу. Мы ее сделаем. А сегодняшнее мероприятие, оно тому дополнительное подтверждение, что все у нас получится. Наши тылы надежно защищены. Новое боевое знамя осветили по всем воинским традициям. И теперь оно займет подобающее место в штабе подразделения. Николай Куцев, Александр Сафонов. Время новостей.